С 1 января 2020 года государство будет вносить взносы за 13-ю категорию граждан, в число которой также вошли казахстанские студенты. Новшества вводят в рамках обязательного медицинского страхования. Одно из главных условий в официальном статусе студента. Учащиеся должны быть занесены в базу данных Министерства образования и науки. Первокурсница Лидия Кузнецова еще не успела пройти официальное посвящение в студенты, но уже побывала в студенческой поликлинике столицы. Туда девушке пришлось обратиться по состоянию здоровья. Где-то неделю назад я заболела, у меня была обычная престуда. Чтобы мне дали справку, чтобы было без пропусков, я обратилась в больницу, записалась через приложение Домомед. Там мой участковый врач Королева записалась, пришла на прием, мне назначили сдать кровь. Потом после сдачи крови я, получается, снова записалась через Домомед. Пришла, мне назначили лекарства, и мне все помогло, все было хорошо. Через неделю уже выздоровела, пошла на пару. Тамерал и Бигжан, будущие эти специалисты, учатся на одном курсе. В этом году юношам удалось поступить на бюджетное отделение в УЗИ. Учатся они бесплатно, а вот за медуслуги новоиспеченные студенты предпочитают платить. Если я вдруг заболею, я все-таки пойду лучше к своему врачу, которому я ходил до этого, к педиатру или терапевту тому же. Почему? Ну, как-то более проверено, то, что он меня знает. То есть ты готов заплатить? Да, я готов заплатить лучше, чем быть неуверенным. Я тоже лучше к своему обращусь, потому что он лучше знает мою историю болезни и то, что мне надо. С 1 января следующего года государство намерено страховать здоровье каждого студента. Новой социальной меры охватят всех учащихся вузов, которые будут внесены в базу данных Министерства образования и науки Казахстана. За каждого студента оплату, взносы будет сносить государство ежемесячно. Соответственно, студент, за которого внесены деньги государству, будет застрахован. И он также будет пользоваться всей, любой медицинской помощью, которая будет хоть в пакете гарантированного бесплатной медицинской помощи, хоть в пакете обязательного медстрахования, он будет оплачиваться со стороны государства. И для студента все эти медуслуги будут бесплатны. Эта студенческая поликлиника столицы принимает молодых пациентов на протяжении 40 лет. Пройти бесплатный осмотр или получить консультацию здесь можно у терапевта, офтальмолога, хирурга и психолога. Если говорить о юношах, то чаще всего они обращаются к врачам с жалобами на эндокринную систему. Что касается юных студенток, то их больше всего беспокоят проблемы со зрением. Если студент нуждается в обследовании, мы направляем по пакете в республиканский диагностический центр, где специалисты проводят более углубленные обследования. Сейчас студенческая поликлиника обслуживает 33 колледжи и 4 вуза. Между организациями подписаны соответствующие меморандумы. К слову, за 9 месяцев этого года медицинское учреждение обратились больше одной сотни человек. Сабина Балашкина, Ганни Алшимбаев, Хабар, 24.